Всем привет! Вы на канале Семья Багдасалян. Сегодня у нас такая смешанная распаковка будет, чуть-чуть новый формат. В общем, мы периодически заезжаем в всякие разные магазинчики. В основном, у нас, конечно, мы поехали в метр закупились, а бывают дни, когда мы по всяким разным магазинам, там чуть-чуть, тут чуть-чуть и как-то это все мимо пропускаем. И в одном влоге мы говорили, что хотим заехать на центральный рынок и посмотреть там магазинчики, потому что нам что-то нужно для новорожденного ребенка и, в общем, для беременной мамы. Короче, мы туда съездили. Да, и в разные магазины сейчас покажем, что заехали в магазин, где продаются всякие разные хлебобулочные изделия. Это, кстати, на центральном рынке. Центральный рынок, да. Вот чем мы питаемся, вот кто интересуется. Вот, взяли вот эти сердечки, называется, вот такое. Булочки с посыпанным сахаром. Так же у нас здесь фрукты набрали. Это уже наш рынок, здесь рядом взяли груши дюшес. Выглядят они зеленые вроде как, но в действительности, вот я нажимаю, они мягкие. Вот. Африка. Короче, вот это груши из Африки. Лимон. Потом взяли вот такие мандарины, которые тоже, кстати, из Африки. Есть разные мандарины, но вот из всех самые, я не знаю, такие... Вкусные. 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 Мягкие, без косточек. Это вот именно... Сочные. Да, из которых из Африки. Вот это сорт. Не знаю, это хурма. Может, Узбекистан или еще откуда-то. Вот сейчас как раз покушаем. Пришло время хурмы. Вот. Плюс еще, что мы там набрали? Самое интересное, что мы нашли на центральном рынке, это вот такой вот набор, как там... Ты доставай. Не, неудобно будет их доставать. Это, в общем, у нас дочка-фанатка Blackpink группы. И там, значит, есть вот такие вот интересные подставки, вот если кому-то там на подарок надо будет, да? Это сейчас девчонки вообще многие слушают. Такое чувство, как будто она светится. Да? Угу. Так красиво сделали. Мы решили, вот, дочка... Так же, вот, вроде бы, ну... Такая сколько стоит, что-то там? Не помню, я 200. Вот на это все мы отдали... 1200. 1200 рублей. Ну, вот это, наверное, дорого, да? Ну, что-то японско-корейское, вот, дочка сейчас все вот в этой тематике. Распаковочку. Мы тут без нее чуть-чуть не сделаем. Как-то эти штуки называются, да? Они название сказали, а что это мы забыли зафиксировать? Потому что тут все на японском. Вот эта штука 260 рублей. Угу. Есть по 10 рублей. Вот такие вот, как кислинки разных вкусов. Зеленая самая кислая, говорят. Да, кислые какие-то конфетки. Мы ей это набрали, чтобы Нилана подружкам, вместе с подружками, ну, поприкололись, короче. Да. Иногда надо такие наклейки. И вот она танец учит с девочками и танцует за вот эту вот Джейсу, что ли ее зовут, не знаю, не помню. Ну, вроде бы. Я сейчас вообще, у меня память о беременности ухудшилась. А зачем тебе запоминать, как ее зовут, в общем-то? Ну, я знаю Лису, там, как бы это… Есть группа Blackpink, сейчас девочки, получается, у них это кумиры. Ну, короче, угорают. Да, Милана. В каждом поколении нужен какой-то движняк. Это Дженни. Да. И вот тоже значок. Тем более, Милана еще и танец, учат за нее. Вот, чек, получается. Нет. Это не этот чек. Ну, там что-то вот за это все. А, вот, 1310. Вот. Мы первый раз просто видим такой магазин, где, посвященный там каким-то вот таким вот историям, да, кто фанатеет. Да. Какие-то карточки, там столько всего интересного, какие-то покемоны, и эти аниме всякие разные. Это вот единственный магазин, где мы видели вот сейчас… И там много. И много, да. Мы вот ребенку ездим закупать как бы вещички, и в разные точки ездим, и вот нигде не видели вот первый раз. И решили вот вам сказать, если даже на Новый год какой-то подарок, там, детям, да, Новый год же скоро, можно вот такие вот делать. Да. Но вдруг, например, кто-то думает, кому-то едете в гости, там есть подросток, девочка, то большей как бы вероятностью, что она тоже по вот этой теме тащится. Поэтому… Лучше узнать. Да. Можно уточнить. И вот это всегда вот… Вот какую-то такую штучку, наклеечку дочке вот сейчас покажу, она еще не видела. Она будет там, блин, все, день удался, жизнь прекрасна. А я все думал, что это время закончилось. Ну, типа, это мы в нашем прошлом как бы вот фанатели по всяким разным темам, типа, я не знаю, даже пивные бутылки, сигаретные пачки собирали, выстраивали, плакаты там всяких разных певцов вешали. Угу. И я думал то, что это бумажная эра была, интернета не было. Может, из-за этого так. А сейчас без разницы, есть интернет, нет, какие технологии, все равно как бы не отменишь, да, вот эту тему? Нет, конечно. Распечатать, повесить вот этот плакатик. Ну, хочется. Будет он электрон или какой-то, главное, чтобы вот наклеечки, штучки, значки. Да даже это сейчас более, мне кажется, значимо, потому что все в телефоне, и это не совсем прикольно. А, это уже добывать надо. Это добывать еще надо, да. И даже вот я, если я захочу распечатать фотографии, я буду искать, где это делать, да, вот. Я вот сейчас даже начинаю задумываться. Ну, а прикольно то, что еще и кто-то принесет подарок, когда ты распечатываешь, ты уже знаешь, что ты делаешь, и все, а это готово, когда тебе со стороны дарят. Это вообще крутяк. Да. Так что дочка еще не видела, мы это ей подарим, и она будет там от восторга. Ну, вот она печатала, получается, на стену такие вот штуки и качества, как бы вот, когда распечатываешь, все равно не то. Фигово, да. А тут прям так четко, так красиво. Вот так. Настроение подниматься, наверное, будет. Вот. Аптеку показывать не буду, там брызгалки в горло, и вот самая такая нужная вещь. Вот не поверите, да? Вот сколько везде ездим, говоришь одежду для новорожденного прям вот для первых дней, там чтобы швы наружу, и чтобы комплект был шапочка, кофточка, штанишки, еще там желательно царапки, носочки, такого не существует. Есть либо одно, либо другое, там третьего, четвертого нету. Ну и мы так и не нашли, и я даже думала, надо было, наверное, где-то в интернетах искать, потому что есть такие, какие-то вот компании, где полностью там за 6-7 тысяч набор, и там вот как раз таки это все есть. Вот. Ну так как я уже начала все чуть-чуть там, чуть-чуть тут покупать, и смысл мне для новорожденного, ну как бы набор сейчас покупать, потому что это всего будет на месяц. И все-таки вот я нашла что-то приблизительное. Вот прям это единственный такой наборчик, вот 56 размера. И то тут шапочка немножко отличается цветом. Я вообще не понимаю, почему так у нас происходит. Мне кажется, что даже раньше был выбор больше. вот, ну вот шапочка чуть-чуть немножко другим цветом. Хотя, вот как-то так. Сколько стоит? 410 рублей. Да. Вот это тоже 410. Шапочка сколько? Шапочка 250 рублей. Ну и вот 410 еще. Это сколько стоит? 410. 410. Вот такие вот двое полненков тоже по 410 рублей. У меня есть две верхушки, как бы одна голубого цвета, другая такая, типа белого. И носки вот такие вот тоже, это уже в другом магазине. Это один магазин, это вот носки вообще в другом. И вот так вот все нужно искать в одном, другом. И не факт, что еще что-то найдешь. Вот обычные, вроде, носки, да? Вот 150 рублей. Офигеть, цены. Я носки, когда покупаю, смотрю, говорю, 150 рублей, вот что-то дорого, там, рублей бы по 80. А тут детские носки 150 рублей, вот. Но тут почему-то мозг как-то работает странно. Вот они говорят 150 рублей, я говорю, да ладно, что такого-то? И как-то понимаете то, что это ребенку, и мозг не говорит, ну типа, нет, мне пофигу, как бы, хоть сколько они стоят, ну типа, вот ребенок. Тебе скажут, вот 500 рублей. Тебе скажут, вот 500 рублей, возьмешь? Ладно, ну в принципе, да, я возьму, например. А я стою такая, говорю, сколько? Я думала там, ну 50 рублей она скажет. 150. Там муж такой мозг не должен быть, потому что мужик, он такой типа, о чё, конечно. Ну, ребенку, да. Ребенок, конечно. Ага, сколько носки? 300. Ага, ладно, давайте. В другом магазине тоже стоим. Эдгар такой. Там можно лопухнуть мужиков. Лопухнуть вообще можно. Можно на это и рассчитывать. Эдгар стоит в другом магазине, там, я вижу же ценники, там, да, вот, ну как бы, там, кофточка, там, тысячи чем-то. И он такой, да набери ты там штанов, кофточек. Я думаю, ну и сейчас тысяч 10 я тебя наберу, и это на один месяц, как бы, зачем это нужно вообще? Ну, это вот надо понимать, ты же знаешь, из-за этого и рассчитываешь. И стою там, например, выбираю. Вот мне нужна шапочка без вот этих вот веревочек, потому что, ну, как бы, завязывать нельзя новорожденному шапочку, как бы вы все это, наверное, знаете. Вот. А не завязанная она просто будет, как бы, болтаться, вот туда-сюда. Ну, нету таких вот, есть, я не знаю, там. Такая странная штука, столько мы магазинов, прикиньте, весь торговый центр, у нас есть такой центральный рынок, один из тоже крупнейших, и где есть более-менее что-то, вот, детская одежда. Ни в одном магазине нет вот этих, Оля хотела, шапок без вот этих вот штук. Либо есть шапки, которые идут от полгода. Ну, мне для новорожденного надо, и то вот эта огромная шапка, я считаю, что мы опять взяли, как бы. Ну, вот смотрите, у нас есть, например, торговый центр Мега. Там мы ничего не нашли. Планета. Ничего, в общем-то, не нашли. Нет, насчет Меги мы там не смотрели. Мы там… Детские магазины мы там не нашли. Если несколько нашли, ты тут туда заходила, и таких вещей не было. Как это не нашли? Я прям мысленно помню все магазины. А, да, точно, да. Нет, нет, в Меге тоже не нашла. Я же взяла такую же, только белую. В Меге, где Киевси мы обошли, линия есть, детские магазины, мы же там купили всякие химию разную. Да, мы же там купили, да. И Оля ничего этого не находила. Там есть детский мир, но в детском мире тоже там буквально чуть-чуть чего-то. Что-то вот меня вот этот вот ценник сбил, и я не посмотрела, что она еще и такой стремной формы. Ну, как бы вообще, что это за урод, если честно? Вот это вот. Ну, оно такое, как будто высокое. Да. Вот это зачем? У него голова, что ли, как у него планетянина, вот это вот. Вообще должно быть как-то вот так. Да. Да, вот. Да. Что за прикол в натуре? Вот я что-то тоже… Я вот тоже Эдгар просто… Будет ценник, а? Ну, зачем он вообще туда клеит? Ну, чтобы вот не видно, наверное, было. Эдгар меня еще как бы торопит, давай-давай там вот это вот. А мне же… Нет, я не то, что Олю торопил. Просто такая фигня, что Оля ищет, например, вот эту шапку, и везде, где мы зашли, они такое ощущение, что вообще понятия не имеют про… вот с какой-то резинкой. Я тоже не знал, о чем Оля спрашивает, ну, потому что она знает. Но в два-три магазина мы зашли, и я понял, как бы, что Оля ищет, что вот эти веревочки не нужны, нужно с резинкой, что она затягивается. Я понял за буквально, не знаю, ну, 15-20 минут осознал, что… что ищет женщина для своего ребенка. А Оля заходит в магазин к женщинам в детском магазине, где вот всякие новорожденные вещи… Которые годами продают… У консультантов, у женщин спрашивают вот это… У них вот такие вот глаза, типа… Что это такое? У нас только такие… Как будто первый раз слышат, что это вообще… Вот просто… Знаете, вот это меня так удивляет… Заходят в магазин, спрашивают… Они все первый раз слышат про то, что они продают… Как будто… Да? А я что, тут работаю, что ли? Нет? Что вы меня спрашиваете? Я не по шапочкам, да… Носки Оля спрашивает вообще… Носков вообще нет… Я просто вот, знаете, вот просто реально… Я в шоке, блин, на натуре… Сидят вот это… Некоторые есть продавцы, консультанты – нормальные женщины, а некоторые – курицы просто вот… Курицы курицами, вот я не знаю… Яйца там сносят или что они там делают… Заходите, со стула не встанут вообще… Что тут спрашиваешь? Ну, наверное, где-то вон там… Вот последняя, Оль, мы зашли… Вот предпоследняя… Я зашла в магазин… Я подобрала приблизительно штаны, кофту там и шапку нашла… И, в общем, я захожу… Говорю, похоже, у вас это единственный магазин… А она принимает товар или что там развешивает… И она такая, нет-нет, еще есть, идите вон туда… Да, и прикиньте нас в другой магазине… А я вообще оставила уже там товар, как бы, ну, как бы подобрала… И мне даже вот просто купить не захотелось… Мы когда первый раз зашли, и другие люди тоже заходили… Они все… А, короче, идите у нас… Мы тут товар принимаем вообще недавно… Мы не ради вас тут работаем вообще… Не хотят… Мы просто товар принимаем, вешаем, принимаем и вешаем… Потом обанкротимся и закроемся… И мы пошли в другую сторону… И вот как раз таки вот это мы там купили… Потому что девушка прям вот… Консультировала… Идеальная консультант была… Она даже номер телефона оставила… Говорит, если размер нужно будет больше… Потому что бывает… Ну, я сказала, что крупный ребенок может быть… Это 56-й там… У меня один на 60 сантиметров родился… И она такая… Говорит, вот муж придет… Пожалуйста, позвоните… Скажите… Там мы подберем все, что нужно… Я такая… Супер, блин… Хоть кто-то вообще… А потом пошли следующий магазин… На входе спрашивают… Друзья, новорожденных есть… И она такая… Говорит… А, да… Тоже… А, это последний был… Где-то, наверное… Там… Там, смотрите… Там, где-то, смотрите… Мы заходим, идем… Она как стояла там на входе… Она даже не подошла… У меня такое ощущение, что она уже уснула там на входе… Да, пошла… Мы пошли… Можно было набрать сумки и уйти оттуда просто… А там еще выход с другой стороны открытый… Нету вот этих штук там… И она одна сам стоит… И такой… Мы вышли, ушли… И вообще пофигу… Да… Она даже и не видела… Что вам надо… Может что-то купить хотим… Вообще пофиг… Может я стою там себе в подмышку набираю… Ну просто вот это… Знаете… Вот… Торговый центр вот именно… Формат старого… Это центральный рынок… Это центральный рынок… Где вот такие небольшие магазины… Хозяйки там магазинов… Вот эти… Там… Такой вот… Знаете… Сидят люди… Которые полусонные… Как будто не продают ничего… Ты заходишь… Им плевать… Чего ты магазин открыл вообще… Зачем… Спрашиваешь про те вещи… Которые… Чем они торгуют… Весь магазин… Вот в этом… Что-то спрашиваешь из этого… А они понятия не имеют… О чем ты… Не знаю… Я уже вот… Понимаю… Что вот… Шапочка… Чепчик… Да… Вот эти всякие штуки… Уже я… Осознал… Как можно этим торговать… Сидеть весь день в этом магазине… И не знаете… Чего ты… Тебя вообще… Спрашивают… Ну… Короче… С этим… У нас… Туговато… Получается… У нас… Несколько… Торговых центров… Мы… Многие… Какие… Объехали… И… В основном… Очень… Мало… Ну… Ну… В смысле… Брендовые… Вообще… В этих… Магазинах… Ничего… Творожденных нет… Ну… Нет… Я не про то, что я говорю то, что… Достаточно цивильно считается, что там… Ну… Типа центральный рынок у нас… Типа считается круто… Мы там тысячу лет не были… И, наверное, больше не будем… Да… И больше того не будем… В принципе, нечего там делать… Да… Нигде нечего делать… Прикиньте… Даже на Валберес не можете такое найти… Там… Кстати… На Валберес я нашла… Вот эти шапочки… Как раз таки… Это единственное, что нашла… Из-за этого я так не расстраивалась… Ничего… Я хотела потрогать… Как бы… Да… Но вот все равно… Ты же новорожденному покупаешь… Я же не знаю, что там с Валбереса привезут… Вот… И из-за этого хотела… Как бы больше… Вот… В живую… Как бы потрогать… И взять… Но все-таки придется… Вот эти шапочки… Докупить с Валберес… Там они… И стоят 200 чем-то рублей… Там… Две шапки… Я уже в корзину положила… Вот… А… Вот таких вот… За 400… Конечно… Там я… Ну… Как бы нашла… Но качество такое не очень… Мне не понравилось… Ну… В общем… Вот нужно вот это вот все искать… Это такая заморочка… Я вообще бы на место… Вот… Вместо… Тех вот… Например… Кто отшивает какие-то наборы… Блогерам бы… Вот… Если бы видела… Что беременные там сидят… Ищут чего-то… Я бы вообще всем в подарок… Давала эти комплекты… Чтобы рекламили магазины… Да… Да… У нас это тоже как бы не работает… В России это не работает… И мы бы даже… Ладно… Там не бесплатно… Мы бы купили там… Да… И даже прорекламили их… Пофигу… В России только работают… Вот такая тетка сидит… Жует там чего-то… Ты заходишь… Поливать они хотели… Ты что-то спрашиваешь… Они понятия не имеют… Что ты их спрашиваешь… Что-нибудь… Ты говоришь… Я вот еще стоял со стороны… Просто наблюдал… Как ты разговариваешь с ними… Да… И там частенько такая фигня происходит… Ты говоришь… Например… Вот это… А у вас есть вот это вот… Ну… Например… Боди… Я не знаю что это… Кофточка… Распашонка… Распашонка… Она говорит… Вот у нас есть такие штаны… Да… Да… Ты говоришь… Блин… Да… Причем тут штаны… Я у вас… А вы знаете… А вот у нас носки есть… Я вижу что есть… Блин… Вы сначала ответьте… Что я хочу… Ну да… Вот… Они сразу просто показывают… Вот что-то… Что они хотят продать… И вообще как будто никакой связи… Типа… А какой возраст… Что… Зачем… Что вы хотите… На подарок себе… Кому вы вообще выбираете… Я говорю… Для новорожденного… Чтобы швы наружу были там… Она мне достает… Швы внутри… И вот на выписку… Там с бантиком… Вот такие красивые… Да… Вот я тебе про это и говорю… Я со стороны смотрю… Не помню что именно тут спрашиваешь… Что ты конкретно говоришь… Да… А так вот другую буду штуку… Берет… Вечка… Я уже понимаю что это… Это другая… Вообще… Где-то что-то другое… А я думаю… Ты говоришь… Нет… Это… С ума сошла… Я уже думаю… Может я с беременностью глючу… Как-то не могу объяснить… Вот что-то все… Это вот этот старый… Еще мир такой… Вот эти… Все бутики… Название только одно… Бутики… Все на английском… Все так написано… Водку… Колхоз… Короче… Один большой колхоз… В котором… Блин… Вот… Пожалуемся чуть-чуть вам… Потому что… Очень меня сильно обламывает… Что… Ну… Дети же это… Самое важное… Да… И нету никаких вот… Реально детских магазинов… Ну и… Прям такого… Знаешь… Зайти… И прямо обалдеть… Чтобы все было… Там по-напису типу… Ой… Вы там заморачиваетесь… Там прям столько… Выбор большой… Я хочу… Здесь заморачиваемся… Мы сколько магазинов зашли… Ни один магазин… От самого… Беспонтового… Самого дорогого… Ну про шапочку… Это точно… Никто шапку такую не показал… Да… Нету… Показали колхозную… Которая там… Ну это последняя тетка… Это я и говорю… Вот он смотри… Давай может такую… Как будто я сшил эту шапку… Не знаю… Там прям… Ну реально… Как будто ее постирали 500 раз… Там иногда приклеили… Да… Так она видела… Как я их доставала… Где-то замята там… В заднице лежит все… Блин… Она все это вытащила… Вот так вот… Вывалила… Я думаю… Надо было в Сипайлово ходить… Потому что… В Сипайлово есть парк Кашкадан… Там сбор беременных… Может… Там наверное… И сбор всяких таких магазинов… Вот… Может туда сгонять… Да нет… Мы уже… В принципе… Это мне подруга передала… Вот… Ладно… Вот так вот… Пожаловались вам чуть-чуть… Да… Чтобы вы тоже в курсе были… Ну такие… Если будете беременны… Ждите вот таких вот… Сейчас ну… Тетеньки мне там… Понапишут типа… Шей сама… Ну и шей… И распашонок вот так вот… Прям… Нет… Распашонок вот так вот и есть… Это вот есть такие вот качества… Когда… Их постираете… И потом шов такой в бок ушел… Или там вообще… Цвет все поменял… Или такие цвета… Зеленые… Такие прям яркие… Синие там… Да… Ну я не хочу такое… Я уже… Таким пользовалась… Нет… Ты почему искала именно вот эту шапку… Без вот этих штук… Потому что на вырожденном завязывать нельзя… Это прям факт для всех… Да… Или ты глючишь в этом плане… Я не глючила… Типа… Я придумала… Вот надо так… Нет… Это современные тренды мода… Ну завязывать как можно… Один раз вот так вот… Ну если ребенок вертлявый… Да… Ну что от этого раза будет… Ага… Все… Больше нельзя завязывать… Получается, что вот эта штука… Которая с резинкой должна быть… Это все знают… Да… Это нужная вещь… Ну конечно… Это вопрос… Блин… Какого черта… Этого… Это… Ну как… Типа… Как простая штука… Как типа… У вас носки есть… Ну вот да конечно… Носки… Все знают, что носки… Они нужны… Да… Кстати… Когда носки спрашиваешь… Они говорят… Да… Носки… Как бы понятно, что носки… А почему ты спрашивала… Вот всех кого ты спрашивала… Говорит… С резиночкой есть… Они типа… Что? Я говорю не с резиночкой… Я говорю без… Без завязки… Да… Ну как будто они это первый раз слышат… Ну они да… Вот так вот… Все магазины вот так вот первый раз тебя слышали… Как будто… Такого не существует… Ты придумала… Нет… У нас вот только такие… И все… А почему только такие? Я не знаю… Я не понимаю… Нет… Если та штука так важна… И она круче, чем эта… Нет… Тогда почему тех нету… А этих много… Это тоже крутая штука… Это потом пригодится завязке… Ну нет… Для начала… Когда… Для новорожденного вообще категорически это нельзя… И это даже мешает… Это завязка постоянно… То туда, то сюда… Как бы и она вот эта… Ну и нет уже… Ну вообще нет… Нигде нету… И почему тогда нету… Что за прикол… Как будто так сложно шить что ли… Я это взяла… Потому что здесь еще… Мне ткань как бы понравилась… Она такая приятная… Мягкая… Тянется… И я думаю… Что вот… Ты знаешь как сделали… Типа как у гномика… Ну я поняла… Да… Но это не для новорожденного… Да… Побольше когда… Вот… Это потому что для новорожденного… И вот эта фигня наверху не нужна… И завязки не нужны… Вот… Но размер вроде бы… Ну… В любом случае пригодится же… Пригодится… Да… 56… 40… Вот так… Такая вот у нас закупочка… По деньгам… Я не знаю… Ну… Грубо говоря… Вот… Тысяча там… Триста… 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 Восемьсот… Три тысячи… Ну… В общем… Вот это раз три тысячи… Здесь тысячи восемьсот уже отдали… Пять тысяч… Булочки мы купили… Пятьсот… 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 Да… Да… На пятьсот… Ну… И мы ещё зашли тут… Купили… Ну… Всякие штуки… Ну… В общем… Триста… На шесть… Закупочка… Так… Вот аптека… Ты тысяча триста шестьдесят восемь… Получилось… Угу… Наверное… Не знаю… Всё… Вот такая покупка… Ну… Грубая… На пятёрочку… У нас улетела… Всё… Всё… Вот такой вот хлеб получился… Здоровенный… Ах… Вот эту штуку я… Сейчас… Маленечко… Слишком темно снимает… Это нормально? Не знаю… Айфон что-то вообще снимает… Не понятно… Вот эти айфоны… Чуть-чуть… Знаете… Вот… Бесят уже… Не чуть-чуть… А уже подбешено… Хлеб вообще как будто горелый… Ты чёрный вообще… Да… Вот эти… Чем круче айфон делают… Чем он… Блин… Хуже всё… Снимает… Типа всё прокачано… Всё круто… Ну вот для… Вот у меня… 14 айфон про макс… Самый навороченный… Один терабайт… И он может хорошо снимать… Если ему предоставить улицу… Солнечный свет яркий… Тогда он великолепен… А во всех остальных случаях… Он просто… Ну тупит… Вот сейчас тут снимается такое видео… Как будто… Я серого цвета… Лица серые… Да… Да… Как будто… Нам плохо… Да вообще ужас какой-то… Да… У нас погода такая пасмурная… Ну вот там… Не только из-за погоды у него… Освещение… Он короче не может… При том что… Здесь не знаю какой супер яркость должна быть… Чтобы он снимал… Буквально чуть-чуть яркость не хватает… Он пишет что всё… Света нету… И он уже там… Так что если мы тут как инопланетяне выглядим… Серого цвета… Как будто… Не знаю… Только из… Растали из ада… Да… То это… Так снимает айфон… У нас… Получается… Предыдущий… Это… У меня лично… Десятый айфон… Он снимает… В любом… Месте… Красиво… И… Без всяких таких глюков… Давай я на свой сейчас… Чуть-чуть кусочек засниму… И вот сюда… Не там… Перекидывать… Вот это… Я тебе перекину… В общем… Ладно… Солнечно… Он делает кожу… Такую морщинистую… И старит… Прям так… Я вот сейчас ролик смотрела… Ужас какой-то летний… Там у нас… Да… Вот где в зеленой еще куртке… В яркой… И вот этот вот… И свет как-то играет… И у меня такое лицо там… Как будто бы… Вот бывает же… Бабушка… Проблемы с лицом… Вот прям какие-то штуки там… Вообще ужас… Ну короче… Эти… Четырнадцатые айфоны… И пятнадцатые… Они уже… По видео снимают… По качеству… Хуже… Вот они… Не знаю… Они придумали там… Какие-то киношные… Что-то… Любые режимы включаете… В любом качестве… Короче… Херня… Это все… Создают… Создают… Никак не могут… Нормально… Что-нибудь создать… Вот такой вот у нас, ребята… Хлеб… Я уже затестила… Да… Вот я, например… Хлеб когда делаю… Лучше… 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 Так я иду на улучшение… А компания… Эйпл со своими айфонами… Вроде говорит, что улучшает… А сами все ухудшают… Блин… Вообще… Просто не пойму… Тот же седьмой айфон… Намного круче снимал… Блин… Чем этот… Четырнадцатый… И кстати… Мне Эдгар предлагал там телефон… Получше… Я не хочу со своим телефоном… Расставаться… Потому что… Мне нравится… Лучше снимать… Но мне больше… Я постоянно вот… Заколебался уже с этими цветами… Мне больше нравится… Знаешь… Одиннадцатый… Там… По качеству… Мне кажется… Это получше было… И кстати… Эту фишку… Я заметил… Знаешь… Когда… У Эдвина был… 7 плюс телефон… Угу… Мы ему купили… Двенадцатый айфон… Включаю… Снимаем видео… И этот… И смотрю… С Эдвина телефона… Когда перекачал… Первый раз… Думаю… Ладно… Попробуй… С его телефона… Двенадцатый… Получается… У них 7 плюс у детей был… А у нас десятый айфон… А… Сыну решили поменять… Так… Так… Он уже все тут… Сломался… И снимаю… Там… Вот эта же фигня… Серого цвета… Какой-то… Странная… Ну… Не то… То… Что я привык с десятом айфоном… И все… Думал… Возможно… Это как бы… Айфон… Что-то с ним не так… Вот… Купили что-то с айфоном… Не так… Потом покупаем… Вот этот… Четырнадцатый… Мне… Такая же фигня… Короче… Это как будто… Знаете… Слишком круто… Типа… Снимает… А в действительности… Снимает… Вообще… Так себе… Одно только название… Какая-то обманка… Что-то тут не так… Короче… Вот такой вот хлеб… У нас… Хотели снять хлеб… Айфон влез… Угу… Он… Он у нас серый… Но не такой серый… Как на видео… Чуть-чуть светлее… Да… А на вкус… Он просто… Отдельное блюдо какое-то… Да… Еще с таким… Солененьким вкусом… Получился… Вот прям… В меру… Вот… Сейчас… Так вот… Мы кусочек… Часть… Как бы… Нарезаем… Сюда… И в течение дня… Вот это все дело… Кушаем… И вот у нас получается… Вот так… Сейчас я… Смотрю… Ну да… Он чуть-чуть другой получился… Вот этот… И здесь прям… Пористый такой… Да… Угу… Угу… Прям… Хлеб… Хлеб… Мякиш… Прям… Настоящий… Мякиш… Угу… Обалденно… Жалко, что помидор нет наших… Ну… А помидор там есть? Надо зайти посмотреть… А… Ну сейчас… Сходим… Вот так вот… А вот этот кусочек мы… Кусочек… 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 Дверь… Тут как три буханки, да? Ну… Вот маленький кусочек… Который не влазит в хлебницу… Мы покушаем… Потом… Мы сюда поверим, чтобы… Да… И еще у меня тут… Вкусная такая… Облепиха… Заваренная… С этим… С шиповником… И сейчас еще мед добавлю… А это идет у нас вот так вот на стол… Таким образом… У нас всегда хлеб на столе вот так стоит… Дети приходят кушать… Можно покушать… А вот это все дело… Мы убираем… Естественно… Зачищаем… Вот все… У нас хлеб на несколько дней… Пожалуйста… Вот… Лежит… Свежий… И такой хлеб вот… Кушаешь кусочек… И прям… Наедаешься… Здесь два вида масла есть… Вот… Например… Сюда я заливаю… Тут… Вот такое масло есть… Итальянское… Оливковое… В этом хлебе еще есть… Масло авокадо… Вот такое… Обалденное масло… Два вида масла туда налито… Три вида муки… Три вида муки… Соль… Вот такая… Здесь… Соль идет… Гималайская… Гималайская розовая соль… Вот… Здесь… Ну… Розовая соль… Она полезная… Соль… потом есть там чеснок соответственно есть сахар сахар тоже добавлен и хорошая чистая вода и получается у нас это не хлеб целое блюдо можно сказать кушается прям там такие разные раскрываются вкуса это не просто вот какой-то хлеб типа губку закинул в магазинную а вот прям тут блюдо это можно кушать просто как самостоятельную штуку просто берете чай и кусочек хлеба и кушаете да это очень вкусно если масло все можно чуть-чуть некоторые люди воспринимают хлеб как какая-то ну хлеб хлеб с чем-то а у нас хлеб на так как мы его делаем вот таким образом он уже самостоятельно блюдо соответственно его уже можно кушать чтобы насытиться вот это и есть хлеб в понятии хлеба как у человечества мы с такого хлеба перешли вот на этот магазин и и он просто потерял свои свое вот это хлебная авторитет раньше вот как бы хлеб это считался ну частью культуры почему вот хлеб хлеб вокруг хлеба миллиард там всяких разных этих есть поговорок да сейчас хлеб не участвует уже в жизни человека поговорки остались а хлеб нет поэтому тот хлеб который люди тогда вот окружили этими поговорками это вот этот хлеб а может еще вкуснее даже его как вы делали пшениту собирали мололи через такие штуки вручную там такие караваи пекли что ли даже слова каравай да вообще кто умеет делать каравай не как и вообще каравай мне сейчас напомнила армянское слово типа кара и вай парочка типа лайка кашку но кто делает каравай никто за мою жизнь прикиньте я здесь в россии никого не встретил чтобы кто-то каравай сделал там ну какой-то хлеб сделал серьезное только тетя моя делала хлеб но вы как буханка тетя вера вот она очень вкусные обалденные хлеб делая делала и делает все но это тоже как бы караваем не считается но хотя бы вот она всю жизнь этот хлеб делает больше никто не делает хлеб потом моя мама начала чуть-чуть тоже хлеб делать вот ну так что вот прям постоянно что я всю жизнь это знаю это делает тетя вера она всегда делала делает и будет делать хлеб вот это круто вот кто-то хоть обычай сохраняет да не так что делает забыл вспомнил опять делает забыл ну его нафиг мне хлеб не интересен потом опять делает я не люблю когда так ну как бы ты делаешь и все и делай и не разочаровывай как бы никого чтобы более не устала держать так что мы как бы эту традицию у себя завели и делаем и не останавливаемся как бы вот такая штука а оле вот традицию заводит там там все что можно ну-ка хлеб макну туда вот так облепихой ну так кисленько да надо будет чтоб сладко было тогда а вообще вот так вот съел и чуть-чуть выпил вот это в общем просто великолепно просто он сейчас на айфоне пишет слишком темно нифига себе блин две две мощные лампы тут работает и айфон такой слишком темно американская блин херня блин темно ему понимаешь айфон вообще это в шоке что он находится в россии у нас зима бывает такой слишком темно слишком холодно и вот поэтому блин россию никто никогда в жизни не сможет ну так сказать применим слово захватить фиг кто выживет в этом холоде вообще заколебутся это делать да потому что даже айфон в депрессии он говорит у вас темно у вас холодно у вас на морозе этот айфон когда выходите с айфоном на мороз буквально он там в минус 30 минус 35 он побудет на улице минут пять десять и он сразу просто вырубается прикиньте он заработает так только в тепле все он просто отключается все до свидания вот американец этот айфон это американец он просто в афиге он такой сейчас смотрит грит я снимаю что-то странно как-то все темно все это холодно это не естественно для меня где пальмы где жара фигушки тебе не пальмы и жара так вот получше сейчас я тебе тоже там сделал какой эти все дела убираем на места маленечко погуляем тоже все убираем ну сейчас я здесь почище будет чистота и порядок вот так вот себе у нас есть наш хлебушек и дома так хлебом пахнут да прикольно такое ощущение хлеб на один зубок да милан что ты там достала вот они милана достала жимолость заморожена ну-ка как будто с куста да милан попробуй очень вкусно жимолость смотри как пальцы красят вкусно может туда закинуть обалдеть а я попозже не сейчас погуляем потом вкусно а у нас целый ящик этой жимолости да милан обалденно вообще такой холодненько как будто только сорвали с куста классно чуть-чуть поел как будто такой фильм мороженое какое-то ел да ну что-то хочется не знаю что и вот это вот вы кушаешь что-то замороженное да прикольно такое ощущение классно хлеб вспотел на на хлеб на и на открыть надо пока чуть-чуть попробуй хлеб на он какой сделали не хочешь так вот пока сделаем он должен остыть вообще постоять что-то мы сразу затолкали зря короче туда затолкал сейчас лучше открою хлеб надо чтобы он остыл пока что-то через ткань 25 23 год октябрь может так вкусилась короче вы видите снежочек первый снег красота красиво-то как зимушка-зима зимушка-зима прикольно резко так зима сразу двадцать шестой октября двадцать третий год вышли сейчас соли прогуляться у нас вечереет так классно у нас вроде и газон пока на месте зеленый зеленый зеленые ноги даже деревья с листьями но и одновременно вот пожалуйста снег и мороз снег и мороз розы продолжают свою жизнь красота розы конечно еще те пофигисты абрикосовое дерево вообще просто шикарная даже не сбрасывая смотрите очень сложно оторвать лист а вот там у нас есть инжир как только холода инжир все листья сразу сбросил до автомата нет нет это по времени смотря где дерево здесь такое местечко более теплая но и воздух уже у нас конкретно зимний вон но он там спире смотри только как осенние у них процесс идет листва меняет цвет у нас такая знаете замиксована осень зимой птичка прилетела но здесь тусуются постоянно птицы тут у нас такой зеленый уголок вечный красота чтобы окна смотреть и зимой сугробы и зеленые елочки ну ощущение чтобы было зеленого цвета все мы пойдем прогуляемся подышим воздухом кудравая ива до сих пор зеленая стоит да и вы долго делают но так хорошо дышится мы уже все в пуховика в шапках все серьезно это вам не шутки это уже не шутки а вы же эту штуку забыли надо занести в этот в беседку ну да по любому сосульки но и вам пофигу да в принципе держится хорошо вот его купидона она чуть-чуть уже этот листву сбросила а вот кудрявая и на на они нет они держат позицию прямо они мягкие даже даже не пытаются замерзнуть короче им пофигу да так что вот это на на ивана она она вообще может там до самого нового года почти и сирень да он смотрите да держит тоже фиг оторвешь листом вообще даже не собирается он сбрасываться мощно прикреплен вот так все пойдем машина у нас тут прогревается сейчас дочку отвезут там подружки прогуляться хочет тут в ближайшем ну так сказать районе в нашем районе только квартал другой чтобы она тут самостоятельно не ходила потому что тут дорога там камаза ездит и все такое я ее лучше это довезу и почему потому что многие подружки которые здесь у нас на нашем районе вот здесь они все уроки учат понимаешь вот у них или школы или уроки или домашки да и в общем в основном они почти на улице не бывают в общем вся жизнь у людей только школа дома школа дома даже погулять детям в общем то не дают бедные дети зато знаний там будет наверно прям вагон знаний девать аж некуда всякие теоремы много чего а воздуха ни черта нету подышать нечем что пошли мы гулять